Около 500 спортсменов объединила в минувшие выходные лыжня России. Прошла она в районе Горохового поля. Соревновались и дети, и взрослые, каждый в своей категории, участники от 8 лет. Дистанции 200, 800 метров, 1,2,5 километра. Мэр Магадана Юрий Гришан открыл праздничную церемонию. Он отметил, если усердно тренироваться, можно попасть и на Олимпийские игры. Все это возможно. Ведь вам нужно только каждый день заниматься спортом, не бояться ни холода, ни нагрузок, бороться. И вы будете такими же великими, какими стали наши Елена Валерьевна Вяльбе, как Александр Борисович Рябзят, и как все ребята, которые сегодня в форме Олимпийского комитета России представляют нашу страну. Перед началом воспитанники спортивной парашютной школы устроили показательные прыжки. Спортсмены на гороховом поле собрались разные. Кто-то бежал впервые, кто-то уже опытный лыжник. Некоторые даже устроили семейное катание. Я бегу первый раз, у меня есть волнение, потому что у меня чуть-чуть сташно. Я уже пятый раз бегу на соревнованиях, я уже 4 года занимаюсь на лыжах. Волнения нет, потому что мы для участия, участвуем, а не для победы. Мы живем в таком климате, где это один из ведущих видов спорта, который можно развивать. Не очень поеду, потому что я первый раз, но надеюсь на лучшее. Анна Мартыненко занимается лыжами с детского сада. Девушка участвует в каждой гонке. В этот раз Анна заняла первое место в своей категории. Девушке 9-13 лет. Эти гонки для меня были самые призовые, на которых я заняла первое место. А в остальных гонках я никогда не занимала. И вот сейчас у меня получилось это сделать. Всем победителям вручили медали, кубки и ценные призы. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко, Магаданское время. В 2022 году пройти бесплатное переобучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Стать участником программы переобучения сможет несколько категорий людей. Среди них граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более 4 месяцев не являются занятыми. Также работники, находящиеся под угрозой увольнения или люди без среднего и высшего образования. На обучение в 2022 году будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России». Предприятию «Галут» на работу требуется Дорожные рабочие Медик Слесарь по ремонту ДСМ Машинист категории С Машинист автогрейдера категории Д Водители категории Б, С, С, Е Машинист экскаватора-погрузчика категории С Плотник 5-го разряда Специалист по закупкам Автоэлектрик Электромонтер до 1000 Вт Инженер производственно-технического отдела Инженер-экономист планово-экономического отдела Заработная плата по результатам собеседования Галут, улица Гагарина, дом 58 Телефон 220-311 14 февраля – самый романтичный праздник Стандартно на него дарят валентинки, цветы, шоколад А какие подарки приготовили жители областного центра своим половинкам, узнаем у них Букет цветов, конфеты Эмоции, счастье И быть, находиться рядом Ничего не подарил Не знаю даже Была бы эта половинка Ну, не знаю, что-нибудь там банальное Что первое в голову приходит Духи может кинуть, да Игрушку Лена Он у меня служит, поэтому не готовила ничего Ладно, спасибо А мне некому готовить? Не знаю, еще пока Не знаю Может быть деньги, наверное Чтобы он мог сам купить, что ему нужно Ну, что вы подарили на 14 февраля своей валентинке? Ну, не знаю Цветы, наверное Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова